Достигнута важная договорённость о налаживании взаимодействия между Египтом и Таможенным Союзом России, Белоруссии и Казахстаном. И сейчас мы изучаем возможность создания зоны свободной торговли. Наша страна активно сотрудничает в области сельского хозяйства. Египет – крупнейший потребитель российской пшеницы. Наши партнёры интересовались экспортными возможностями этого года. Для Египта это будет не менее 5-5,5 миллионов тонн. Мы обеспечиваем около 40% потребляемого в этой стране зерна. 90% нашего импорта из Египта приходится на сельхозпродукты. Египет уже увеличил поставки на наш рынок этой продукции на 30%. Готов увеличить в ближайшее время ещё на 30%. Мы обсуждали сегодня возможность создания логистического центра на Черноморском побережье. Договорились об упрощении доступа египетской продукции на наш рынок. Для этого будут даны соответствующие указания Россельхознадзору и фитосанитарному контролю. Представители этих структур в ближайшее время должны будут выехать в Египет для того, чтобы ещё раз на месте убедиться в высоком качестве египетской продукции. Россия и Египет – крупнейшие игроки в международной газовой сфере. Мы с господином президентом констатировали наличие серьёзных возможностей в дальнейшем наращивании энергетического сотрудничества по самым различным направлениям. Некоторые компании российские, такие как «Лукойл», уже работают на рынке Египта. Большой интерес к сотрудничеству проявляют и другие наши компании. То же самое касается гидроэнергетики и сотрудничества в области мирного атома. Затронули дальнейшее развитие кооперации в космической сфере. В апреле этого года с космодрома Байконур российская ракета-носитель вывела на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли. Активно развивается и военно-техническое сотрудничество. В марте этого года подписан соответствующий протокол. Ведётся поставка наших вооружений в Египет, и мы договорились о расширении этого взаимодействия. Хорошие перспективы у нас в области автомобилестроения. Это касается ликовых автомобилей и грузовых. Особое внимание уделили контактам между нашими гражданами и такой важной сфере взаимодействия, как туризм. Египет – одно из излюбленных мест отдыха россиян. В прошлом году, несмотря на временные ограничения на поездки, курорты Красного моря посетили около 2 миллионов наших граждан. В этом году наших туристов в Египте будет значительно больше. Мы только ещё затронули проблемы международного характера. Это и сектор Газа, это Палестино-Израильское урегулирование, это сирийская проблематика Ирак. Но об этом поговорим сегодня в ходе наших переговоров чуть позднее. Разделяем активные оппозиции Египта в борьбе с международным терроризмом. Особенно в условиях беспрецедентного роста террористической угрозы в Ближневосточном регионе. И в заключение хочу поблагодарить президента Египта, господина Россесси, за очень конструктивную дружескую беседу. Мы подтвердили обоюдное стремление к наращиванию многопланового российско-егибетского сотрудничества. Спасибо. 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 Спасибо, уважаемый господин президент Путин. Прежде всего я хотел бы поблагодарить и выразить благодарность и признательность господину президенту Путину за теплый прием в городе Сочи. Курорт Сочи, который стал международным центром спорта и туризма. В частности, после проведения успешных зимних Олимпийских игр в начале текущего года. Также хочу особенно поблагодарить его превосходительство за то, что предоставил мне возможность с ним встретиться во время каникулов и отпусков. Я особенно понимаю важность этого отпуска ежегодного, особенно в этом году господин президент, особенно после этих событий, которые происходили на международной и на региональной арене. Но я хочу подчеркнуть, несмотря на это, на то, что наши отношения, отношения между нашими странами находятся в фокусе руководства наших стран. И достигнута договоренность об углублении и расширении этих отношений во всех сферах. Как вы знаете, это вторая встреча с его превосходительством господином Путиным. Первая наша встреча состоялась в феврале текущего года в формате 2 плюс 2 между нашими странами. Тогда я был вец-премьером и министром обороны в нашей стране. С того момента контакты между нами не прекращались. А также эти контакты не прекратились на уровне министров иностранных дел и других официальных лиц в наших странах. Нам удалось успешно, особенно после революции 30 июня 2013 года, успешно открыли новый этап отношений между нашими странами. Это отношения основываются и опираются на долгие годы сотрудничества между нашими странами. И они разнообразны, в частности в свете разнообразности происходящих событий на международной и региональной арене. Наш мир изменяется очень стремительно и очень разнообразно. Но важность моего визита в Сочи приходит от того, что он приходит после реализации важных шагов в плане развития нашей страны в политической и экономической сфере. Особенно в реализации пунктов дорожной карты, которые предприняли египетский народ 30 июня 2013 года. Я здесь в качестве президента Египта представляю ожидания и надежды египетского народа, который заявил 30 июня 2013 года. Все эти надежды и ожидания, с которыми он бороется со всеми вызовами терроризма и угрозы его. В ожидании лучшего будущего, в котором утвердится в нашей стране настоящая демократия. Который обеспечит всему египетскому народу достойность и свободу. А также настоящее развитие в одном обществе, в одной стране для всех, кто работает на его благо. И как ожидается, наши сегодняшние приговоры были расширены и конструктивные. Мы видим, что наши отношения развиваются день за днем. А также отразили эти приговоры из близости в нашей позиции. Даже, можно сказать, совпадение в позиции двух стран. Относительно многих вопросов региональных и международных, которые представляют взаимный интерес. В отношении двусторонних отношений мы обсудили механизмы и рамки развития наших отношений в различных сферах и областях. В частности, в торгово-экономических отношениях. А также инвестиции, которым было уделено большое внимание на наших приговорах. Наши приговоры отразили большие перспективы и открыли большие перспективы в этой области. Относительно свободы торговли с Евразийским союзом. А также касательно создания промышленной зоны, российской промышленной зоны в Египте. Я выразил надежду, чтобы эта зона была одним из компонентов дополняющих новому проекту СВИСского канала, который Египет выпустил на прошлой неделе. Мы дали обещание, что реализация этого проекта произойдет в течение одного года после его запущения. В течение одного года работы с руками египетского народа, египетского населения. Мы также обсудили тему энергетики, который является одним из важных совместных компонентов нашего сотрудничества. Более того, мы обсудили вопрос доступ наших сельхозтоваров на российский рынок. А также перспективы модернизации тех проектов, которые были созданы с помощью Советского Союза на территории Египта. Который до сих пор является опорой египетской промышленности. Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области туризма, который Египет надеется возвращать его на были темпы роста. В частности, после возвращения стабильности в Египте, как мы видим сейчас. В целом у нас было достигнуто общее понимание относительно развития наших двусторонних отношений в различных сферах и областях. На основании достигнутых договоренностей во время сессии Межправительственной комиссии, которая проходила в Москве в марте текущего года. Думаю, что эти договоренности ставили наши страны на новый путь развития этих отношений, который удовлетворит потенциалу и возможности наших стран. Который до сих пор, мы также обсудили темы на региональной и международной аженде. А также обсудили ситуацию в Газе в контексте этих тем. Я выразил президенту Путину признательность за поддержку египетской инициативы. А также подтвердил господину Путину наши ожидания и пожелания, что Российская Федерация использует все свои возможности и контакты на международной арене для продолжения работы по этому направлению. Для достижения регулирования палестинской проблемы в соответствии с международными правами. В тему Ирааке мы подтвердили нашу позицию относительно необходимо сохранить целостность этой страны и его борьбу с терроризмом. А также подтвердили наши намерения поддержать идею создания правительства национального единства в Ирааке. В этом контексте мы высоко ценим усилия Ираакской страны по этому направлению. В тему Ирааке мы договорились с президентом Путином прилагать все возможные усилия с различными международными игроками, чтобы активизировать договоренности с Женива-2 и работать с Россией и с другими странами для приостановления кровопролития в Сирии и достижения мирного регулирования и решения этого кризиса. В тему Ирааке мы также обсудили напряженность, в которой сейчас находится страна. Я в этом контексте подтвердил нашу приверженность позиции России относительно необходимости сохранения целостности и единства этой страны и этого народа. Я считаю, что это же позиция Египетской страны, которая настойчиво подтверждает свою позицию относительно невозможности вмешательства внешних сил в эту страну и в этот кризис. Я искренне говорю, что мне было очень приятно, что наши позиции были очень близки по многим этим вопросам во время наших переговоров. Наши переговоры с его превосходительством господином президентом Путином, который является еще новым элементом укрепления наших отношений в различных направлениях. В конце концов, я уверен, что наши отношения с Россией с Россией, только в основном, в основном, в том, что мы в нашей внешней политике исходим из принципов дружества и сотрудничества с теми, кто тоже идет с нами в этом направлении. И в то же самое время с пониманием относятся к трудным ситуациям, которые сейчас находятся в Египте. И не смотрят на эту позицию сквозь ракурса лозунгов, которые освобождены или пусты от содержания. И которые не уменьшают позицию и весь Египта на региональном уровне. Египте всегда есть и будет страной, которая любит мир. Который готов к дружбе и к пониманию ко всем, кто тоже желает такие же отношения к Египту. Эгипте в этом контексте работает в интересах своего народа сквозь своего собственного видения. Который диктует только принципы его национальной безопасности. И ее ведущей роли на региональном уровне. Спасибо вам огромное, господин президент.